Девчонки, всем привет! Меня зовут Иолина. Я надеюсь, меня хорошо слышно, видно и все такое. Значит, на улице у нас сегодня выпал снег и уже начинает таять. Так мокро-мокро-мокро-грязно. Мне сегодня надо съездить на почту, поделить с вами еще всякими средствами, пустые банки. И у меня, вот видите, вот там висит, это такая покупка моя, кстати. Хочу очень ей поделиться, девчонки. Пока есть в магазинах, разбирайте. Давайте начну. Так, сначала я пробегусь про ответы на вопросы. Значит, в каком-то комментарии мне написала девушка, что... Ну, я не помню так. Миша, Миша, где наш Митя? Митю тут обижают периодически, надо следить за котами. Так вот, написала девушка о том, что вы ей всегда говорили, что губы это ваши... Так, девчонки, меня вообще слышно? Здесь слышно микрофон. Надо какой-то микрофон мне приобрести, который, знаете, вот крепится и нету провода. Потому что у меня провод и блок вот такой вот. И все надо на себя крепить. И где-то, если провод отойдет, все, или где-то перегнется. Сейчас маленький микрофон и здесь блок здесь, но иногда бывают шумы какие-то излишние. Поэтому проводные как бы считаются нормальные. Или какие-то вот такие прям блоки. Но, наверное, вот уже такой блок надо купить, чтобы ходить, стоять и вот не привязываться к никакому проводочку. Не хотела никогда микрофон с проводом, я извиняюсь, что я отступаю от темы, туда в телефон. Потому что там тоже блок стоит, чтобы издалека ловить сигнал. Чтобы я могла вот как бы далеко отходить. И при этом у меня нет провода. То есть только вот этот блок, который сюда крепится. Но вот то, что идет к микрофону, он, конечно, тоже такие минусы. Потому что часто бывает записываю видео, говорю-говорю, разглагольство. У меня раз не записался звук. Хотя он мне показывает, что звук пишет прекрасно. И так всегда. Но надеюсь, что в этот раз так Миша с Митей пошли гулять. Парни выходят сами, заходят сами. Тут такая ситуация была смешная. Митя залетел и залетел соседский кот. И Митя вот эту дверь всю выломал и оставил ее вот там. То есть мы приходим домой, вот такая дыра и кот чужой. Я вам сейчас, кстати, вставлю этот прикол. Вы можете потом на замедленной съемке посмотреть, как он залетел с дверью на шее. А Миша его сидел вот здесь, ждал. А потом постепенно заходит соседский кот. И этот соседский кот нас просидел два часа вот здесь. А парни там от него прятались. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ладно, теперь я уже дальше пойду. Значит, к ответу на вопрос. И Алина, у вас, вы всегда говорили, что губы у вас свои такие большие, а вы оказывается... Это уже, кстати, не один комментарий. Ходите и колите их. Девчонки, я говорила о том, что у меня верхняя губа, она у меня не наполненная, но она вывернутая. Поэтому создается на такой вид, ну вот, наверх губы. Я говорила такой секрет, лайфхак. Если у вас губка низкая или хочется еще выше, вы можете не рисовать перемычку, не знаю, чем взять, ну, не рисовать вот так вот перемычку в виде галочки, а просто провести практически прямо. И губа будет еще выше казаться. И любые помады с блеском или какие-то такие, ну, мелкие даже частички, да, или какие-то просто увлажняющие, они также придадут вот этого объема губе. И поэтому губа будет, ну, верхняя, высокая. Сейчас это модно. Когда-то это было не модно. Мне было стыдно, я ходила вот так губу делала. Так, ну, у меня же с годами кисетные морщины появляются. Это морщинки вот такие вот поперек. Естественно, помните, я уже лет 5 назад пыталась эти морщины убирать. То есть я их как бы подколола, и у меня губа вообще развернулась. Приводится какой-то вареник. Мне писали, куда так накачала губы, что это такое, т.д. Думаю, боже мой, я там взяла граммулечку с препарата, попросила по контуру только проколоть. Объясню, что сейчас многие колят ботокс. Кали ботокс. Нет, девочки. У нас нет косметологов нормальных. Я всегда видела результаты, когда при прокалывании вот здесь падает губа. Еще вот так вообще проваливается. И человек, социал-фикции, он, во-первых, не может сказать. Во-вторых, опущенная губа туда проваливается. Чуть ли не там зубами ее уже жуют. Это очень некрасиво, ну, прям ужасно. Поэтому единственный вариант на данный момент, так как я не знаю таких косметологов, которые бы это кололи нормально. Поэтому, да, и губы, честно, не знаю, которые кололи нормально. Потому что, когда им говоришь, ну, чуть-чуть мне, чуть-чуть, у них какое-то видение, видимо, глазомылен так, что вот надо вареник накачать, да. Но даже дело не в этом. Мне чуть-чуть сделать контур, и все, у меня губа еще больше вывернулась, и кажется огромной. Вот даже сейчас она кажется огромной. Но я уже сейчас уменьшать ничего не буду. Несколько лет пройдет, она у меня опустится до нормального состояния, опять заломаются морщины, и я буду думать, что делать дальше. Не знаю пока что, ну, потому что, как бы, ну, возраст есть, конечно, от него не сбежишь, но хочется немножко сохранить, как-то, знаете, чтобы не было вот таких заломов. Губы пустые, с заломами. Мало ли что, они наверх, да, как бы, это же разные вещи. А видео не всегда передает, как бы, корректность. Ну, вот, скажем, то есть передает, что губа наверх, но не передает, что она вот такая вся морщинка. Поэтому, конечно, хочется быть, ну, не то, что моложе, но выглядеть свежо. Я говорила, когда девушка колет ботокс, например, она выглядит очень так, его лицо гладко, опрятненько так выглядит. Кстати, я колола ботокс, потому что он у меня не встал. Вот я колола уже давно, вот, видите, и так он как-то релотокс колола. Девчонки, это вообще что? Напишите мне, может, от того, что, не знаю, как-то меня вообще ничего не заблокировало. Я вообще в шоке. То есть настолько, насколько вот у меня вот ходили ходунов мышцы, так и ходят, да, и вот я вся щурюсь, морщусь, ничего не изменилось. То есть, ну, уже больше двух недель прошло. Вот, ну, в общем, ладно, не встал, не встал, не знаю по какой причине, ничего не принимала, в сауну не ходила, ну, как обычно, да, вот это все. Не знаю, либо какое-то, у меня есть такое подозрение, либо поверхностное ведение, потому что колола мне не мастер, а ее ученица, и не попала в мышцы, скажем так, да, разлила, сделала пуговки подкожные. Потому что в основном, конечно, у меня кожа толстая, если кололи, мы обычно прокалывали прям там до лба, да, как бы глубоко, глубокие инъекции. Либо это было, может быть, какой-то у них старый флакончик, плохо хранился, либо мезоразведение. Ну, короче, не важно, но в общем, у меня не встал, и какая разница, теперь 4 месяца надо ходить, потому что если вот сейчас вот тут начать подкалываться снова, да, то очень высокая резистентность сразу вырабатывается. В последнее время на все эти бутылотоксины, поэтому будем ходить в мышцы 4 месяца, как минимум, а потом уже думать, что делать дальше. Может, какой-то другой препарат колоть, не знаю. Я коли очень редко, редко, даже там раз в полтора года, раз в год, иногда раз в полгода, да, ну, когда хочется вот к лету, например, да, вот сейчас к лету мне хотелось уколоться. Вот я укололась, а ничего не встала, я вся морщить как, ну, вот-вот покажу, да, то есть, ну, что такое, как бы заломы везде, хотя здесь, здесь прокал, здесь, здесь, ну, то есть у меня очень много было проковато, и доза высокая довольно-таки, вообще для меня лошадиная. Очень тяжело бутылок переношу, но тут это, ну, не знаю, ладно, все это неважно. Короче, не стало, не стало, у всех такое бывает. Ну, у многих бывает, да. Так, на сменах препаратов, тут непонятно, откуда их могут доставать, ладно. Ну, в общем, короче, что я хотела сказать? Хотела сказать насчет губ. Ну, вот губы, то, что я сделала себе, вот этот контур, и она теперь у меня вывернута наружу, и, короче, она теперь будет страшная, ну, и ладно, будет еще страшнее, чем было. Мне и так, когда я не колола губы, писали о том, что что это такое, что это за ужас. Ну, что теперь, да, то есть, как бы, какая есть губа, ну, теперь вот еще будут больше писать, но мне не важно, потому что я 5 лет назад, когда ее колола, я ее рассасывала, гиалуронидаза с дексаметазоном, уходит в своей ткани немножко, ну, знаете, такой процесс чуть-чуть переборщится, и провалятся ткани, ну, страшно, реально. А вот настолько уже как-то думаешь, лучше вот уже и не трогать, пусть как будет уже, не важно. Вот, поэтому новые заходящие будут, конечно, писать гадости, но так, девчонки, кто был у косметологов, кто, ну, как бы, получал не тот результат, да, как бы вы меня поймете. Вот, так что просто надо отпустить ситуацию и жить спокойно все, и забить, кто что думает, какая разница. Так, ну что, хотела показать вам, тете я хочу посылку отправить, и хочу получить посылку, потому что мне подписчица моя одна, очень хорошенькая девушка, я потом покажу вам, она мне прислала посылочку, отправила в подарок, и она ко мне идет, и когда она придет на почту, я ее заберу и отправлю тете. Кстати, хотела про рандеву немножко рассказать, я вам так тогда не очень показала, скажем, ну, скользко показала, я всегда показываю чуть позже, да, как я пользуюсь, какими средствами. Крем для рук-ног, это просто мечта, девчонки, я вообще в восторге, еще осталась от вот этой вот места. Мист я просто как увлажнение на кожу, даже когда вот я просто умылась, брызнула, я не хочу кремом, например, пользоваться. Он увлажняет, он такой классный. Единственное, минус запах, да, мне написали ему, сын улитки, пахнет невкусно. Ну, когда-то так давно, у меня такое ощущение, что у мамы какие-то кремы так пахли. Вот какой-то такой неприятный, какой-то не нафталиновый, но старомодный запах. Ну, мы смиримся с ним, ладно? Потому что эффект, и вот этот крем просто волшебный. У меня в наборе продавался, два крема и мист. Значит, один крем я дома оставила, один я с собой дорожный положу. Мист, не знаю, пока с собой возьму или положу. Блин, мист классный. Крем вообще волшебный. С муцы на мулитке, вот этот мультикрем, вот я вам ссылочку оставлю в описании. Если что, девочки, набор, если дорого, можете купить один крем. Тоже оставлю вам ссылочку, только на один вот тюбик крем. Он продается отдельно, стоит дешевле. 60 мл тюбики. Это очень удобно, что вот можно вот, ну, как бы вот надавил, да, и использовал. То есть не лезешь пальцем туда. Себе сейчас нанесу на лицо. Слушайте, он волшебный. Так, опишу, чем волшебный. А, во-первых, ничего не скатывается. Я тоже поняла, когда мне девочки писали, что бывает такое, вот наносишь, и он начинает скатываться, вот этот крем куда-то, и хочется его смыть, стереть, чистить. Фу, терпеть не могу, поэтому, конечно, я такие кремы, ну, вообще обычно выкидываю, и я бы вам сказала, нет, здесь просто мечта, мечта, мечта. Почему? Потому что он просто волшебный. Он, знаете, как, наносишь на кожу, он ложится как бы, когда вот какой-то вроде, ну, не пленка, я даже не знаю, как сказать, хотя он не скатывается, ну, такое, да, себе, жирноватенькое что-то. Не масло, а именно вот как слизь улиточная, да. Вроде не гель, который липнет, и вот прям ты трогаешь, и хочется его вот отодрать. А вот какая-то вот слизь, такая, с кремом. Слушайте, ну, после него, это просто вот все неровности, все вот это, оно сглаживается. Плюс всякие вот шелушинки. У меня, если на коже какие-то шелушинки, все уходит, все покраснения, все какие-то сыпи, все уходит. У меня на солнце, я заметила, после летнего ковида у меня началась постоянная сыпь, солнце выйдет, у меня на лбу все обсыпало. Не знаю, что. Потом солнце прошло, помажешь, проходит. Вот здесь проходит просто сразу, и даже не появляется такой сыпи. Я его под тоналку наношу, и, ну, такой прям не появляю. Вообще, как бы, классно. Омолаживает, вот реально такое ощущение, что ты просто вот трогаешь какие-то, знаете, вот если у вас есть неровности, если с гладкой идеальной кожей, может быть, вам крем такой не нужен. Но если у вас есть неровности, постакны какие-то, еще что-то, такие возрастные уже, мелкие морщинки, вот эти, знаете, прям вот наносишь, и он просто все тут разглаживает. И весь такой красивый, приятный. Просто личико, ну, копка младенца, я не знаю, как это сказать. Холиленд, это больше такое, знаешь, тебе ощущающее средство. Вот крем очень красивый с ретинолом. Да, кожа более тонкая становится, но ее прям реально хочется после этого напитать. Потому что после всех пилинг, средств и всего остального, хочется, ну, вот там прям она гладенькая, но какая-то как утонченная, истонченная немножко. И думаешь, она истонченная, значит, она потом через какое-то время пойдет морщинками, да, начнет шелушиться, все такое. А здесь ты вот как бы ее как напитываешь, даже не знаю, как сказать, но она такая прям приятная. Единственное минус запах, девчонки, но крем вообще волшебный. Мне нравится, как и Холиленд, у него своя, как бы, задача, то есть сделать, убрать шелушинки, убрать вот это все, прям вот очистить, и больше там на очищение, не очищение, даже на какой-то типа скрабирование, снятие, да, вот всего ороговевшего слоя. А муцинулитки, такое ощущение, что вот именно сравнять рельеф, просто сделать его, напитать, наобогатить и разгладить морщинки, вот что-то такое. В общем, очень понравился. Девочки, если запах не напрягает, все супер, я запахом смирюсь, результат просто волшебный. Оставлю вам ссылки и уже оставляла в рандеву. Но я к тому, что я сейчас пользуюсь активно, я вроде как про него не рассказала, про крем, потом даже посмотрела, что он отдельно продается. Вот, и думаю, надо вам об этом сказать. Ну, я свое умение говорю. Спасибо вам, кстати, за советы, что вы мне советуете приобрести косметику какую-то. Я сейчас сижу на рандеву, кстати, тоже думаю, что бы мне заказать там еще. Ну, то есть набирают, у меня есть что заказать. Вот, но я хочу еще того, 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 что-то как-то уже дорого получается. Какая-то корзина невесомая. Вот, извиняюсь, все видео будет, наверное, на полчаса, я думаю. Так что, если что, просто отходите от экрана, ставите телефон и просто слушайте. Я так часто смотрю, поэтому тут я мало что показываю, больше говорю. Так что, теперь, годы я называю палетку, да, вот этот синий. Кто-то говорит жады, кто-то говорит джады. Правильно произнести по-английски джады, если мы говорим на каком-то другом языке, это жады будет, а у нас это будет годы. Какая разница, девчонки, главное, если поняли, о чем я говорю. Потому что, в принципе, не знала, чья это палетка, и это джома не написано. Да. А как по-немецки, ну, джады давайте произнесу, чтобы было как бы типа ангельский язык. Так, ну, это то же самое, как в Испании, вот если я, у нас это ревьехи квартиры, да, я называю это ревьеха, а это по-испански, но пишется этот ревьеджа, понимаете, вот, и то же самое, там, центр, например, написано хабанерос, но мы произносим абанерос по-испански, а по-английски вы произнесете хабанерос, а по-русски вообще как-нибудь по-другому, поэтому вообще не важно. Главное, что все поняли, о чем речь. Ладно, в общем, к чему я, к тому, что палетка, это обалденно, у меня сейчас накрашены брови этой палеткой, и, слушайте, девчонки, я не знаю, насколько бюджетная эта косметика, небюджетная косметика, то есть, смотрите, мне некоторые пишут, еще-таки, вот кто из России, да, обращайте внимание на такие комментарии, пишут, точнее, я сейчас расскажу, как реагировать на них, вот, это там недорогая косметика, одесса на завышена, то-то-то, но в России, а вот мы покупаем там-то за столько, сейчас из Израиля или из Германии что-то купить, да ничего я не могу оттуда купить, я даже из Испании ничего сюда не могу купить, если я нахожусь здесь, поэтому, девочки, кто живет за границей, пожалуйста, я, конечно, рада за вас, что вы хотите как бы показать, а вот мы вот здесь вот, да, покупаем вот это, но вы не поймите, что у нас большинство женщин живет в России, потому что канал у меня русский, да, как бы, ну вот, и сейчас нет возможности это купить, да даже когда была возможность, честно, было сложно, я очень не могла купить с Меркадуны, например, ничего, да, даже румяна, помните, просила знакомых привезти мне, потому что, ну, не продавались они в интернете, не привозились в Россию, поэтому, ну, вот так вот, и поэтому, что мы, где мы можем достать, я там и говорю, вот, например, я заказала здесь, стоит столько, кому нравится заказывать, потому что не могут они ни из Израиля, ни из Франции, ни из Германии, что-то там себе это заказать, понимаете, не повезут с тех магазинов сюда, а если повезут, через, я не знаю, какие страны там, ну, короче, ну, понятно, все понимают, о чем речь, поэтому, если мы ориентируемся, то же самое с парфюмерами не было, а вот у нас в магазине, ну, во-первых, я не знаю, я тоже могу написать, извините, на заборе написано, а за забором ничего, на заборе написано, ну, нехорошее слово, да, заворачиваешь забор, что-то там я этого прибора-то не вижу, вот, то же самое, понимаете, во-первых, написать можно все, что угодно, во-вторых, я не знаю, что это за магазин, в Испании тоже есть парфюмерный магазин, очень дешевый, но я не знаю, с каких полей там все это, ну, привезено, понимаете, если мы берем Дуглас, Сефара, там, ну, понимаете, там цены уже очень весомые, даже дороже, чем у нас, опять же, почему, потому что там аренда дороже, свет дороже, зарплаты выше, понимаете, из этого всего складывается общая стоимость продукта, то есть стоимость продукта вот такая, все остальное накрутки, если в России накрутка будет вот такая, потому что, ну, это со склада идет, например, в том же рандеву, да, нет у них такого магазина обычного, не надо платить аренду, продавцы, это, знаете, куча-куча персонала, куча всего, да, как бы, понимаете, содержание излишнее, да, поэтому они имеют возможность поставить цену пониже, ну, любые магазины, даже сетевые, и то могут поставить не такую высокую цену, а в Европе вы не купите задешево, если вы купите что-то задешево, то присмотритесь, что это может быть совсем не оригинальный товар, потому что там другие зарплаты, другая стоимость света, это другая стоимость аренды, логистика, это доставка, то есть очень дорогая, понимаете, там вообще туши свет, какое все дорогое, и из вот этого продукта цена получится там космическая, вот, ну, конечно, к нам привозят с наценками тоже, да, берут большую наценку, ну, и там не бесплатно, понимаете, люди работают, так вот, тени вот эти, Жаде, вот эта палетка, Фреймс, здесь тоже ссылочку оставлю в описании, она обалденная, во-первых, пигменты, она очень хорошая, насыщенная, они держатся целые сутки, при этом мне вот эти glow тени, парочка штук нравятся, они там офигенные, именно вот такой glow красивый эффект, такими переливами, темный цвет хороший, все стойкое, то есть с утра накрасились, до вечера будет все стоять, я не ношу с собой тени, и палетка сама по себе, единственное, бывает, да, например, где-то там пришел бровь, смазалась, так сейчас бровь карево накрасила, ну, извиняюсь, это по-быстренькому красила, все равно кисточка даже оригинальная, есть вот специально для бровки, поправить бровь или еще что-то, палетка при этом небольшая, с розовыми эффектами, с красным кирпичом, который вообще очень моден, особенно весной, летом, и небольшая, компактная, в дороге, везде, с зеркалом, вообще супер, супер, мне понравилось, так что, девчонки, я присмотрюсь к этой фирме, так, и заметила, вот я сейчас хочу сделать заказ на рандеву, очень много у них гелей для душа, хотела, посмотрела, что мои любимые, я потом вам покажу, любимые гели для душа, которые заказывала, то ли на Валбарисе, то ли на Азоне, уже не помню, потом их не было уже, ну, для фирмы, да, как бы, я смотрю, очень много, да даже Невея можно заказать на рандеву, то есть, много-много фирм, которые у нас здесь продаются, на рандеву вообще все это продается, почему-то площадки Азон Валбарис мне не очень нравятся, уже в последнее время, потому что, ну, я, конечно, заказываю, но Валбарис, это вообще, да, вы знаете, с ними проблемы, а с Азоном, то есть, то, что там возвраты вот эти платные, брак пришел, ты за этот брак должен заплатить возврат, все равно с тебя деньги снимут, у меня сняли, даже вот все, я кошелек заказывала, один взяла, другой нет, и у меня сняли за возврат, так, подождите, а что-то там было браку, а, кошелек не соответствовал описанию, да, то есть, там была вот на молнии карман, да, для монет, на фотографии, а в жизни его не было, я как ни написала, это на пункте отметила, все равно с меня списали 75 рублей, хотя я вам сняла видео, сказала, с меня не списали, через пару часов с меня списали 75 рублей, было так обидно, я теперь все понимаю, что если что-то заказывать, то наверняка, кстати, сейчас я заказала, не могу им просто видео с украшением снять, хочу маникюр сделать, что мой старый маникюр, видите, как отрос сильно, ну, стыдно, да, начну снимать, кто-то зайдет, начнет мне там ля-ля-ля, что у тебя с маникюром, такая-сякая, я не хочу идти к мастеру, потому что я не хочу тратить деньги, 2000 для меня сейчас-то деньги, я хожу по врачам и трачу деньги свои, страховая уже ничего не платит, поэтому это все очень сильно недешево, да, и прям очень сильно недешево, расскажу, на МРТ собираюсь идти, с контрастом, и там несколько органов мне нужно сделать, в общем, вот, потому что у меня на образование, которое видит на УЗИ, но почему-то не увидел врач, даже с тоскопом, очень странно как бы, да, и что это за образование, учитывая, что оно мешает жить, да, как бы, мне больно, и мне давит, и, ну, как бы, я честно ощущаю его, но я не знаю, как бы, почему врач не увидел с тестоскопом, ну, ладно, посмотрим, что скажет МРТ, так, и дальше будем думать, ну, просто МРТ стоит денег, контраст стоит денег, а страховой контраст не стоит, так как у меня подходит страховка к концу, даже то, что они одобрили, и я сейчас не в экстренной ситуации нахожусь, мне МРТ тоже уж страховка не оплатит, и МРТ, и, в общем, короче, ну, все вместе, это очень недешево получается, потом скажу, какая сумма, куда я сходила, и что мне сделали, то есть, я записалась в два места, потому что мало ли, знаете, там, на разные дни, если что, отпишусь, ну, все бывает, может, может, по какой-то причине не попасть, не случиться, не сложиться, Бог себя чувствует, ну, короче, сейчас я сдала еще креатинин, нужно было для анализа сдать, жду результат, то есть, чтобы он был нормальный, вот, тогда можно идти, если он будет неплохой, тогда, значит, я на какое-то еще там время записалась, в другую клинику, я просто подожду, ну, не знаю, посмотрим, ладно, все, не хочу ничего говорить, дальше посмотрим, вот, к тому, что я не хочу делать маникюр, извиняюсь, что я так долго что-то оболтаю сегодня, я, в общем, не по теме, да, я вам даже покупки еще не показала, я не хочу делать маникюр, девчонки, давайте-ка, я лучше, да, я вам пустые банки покажу в следующем видео, потому что что-то какое-то видео длинное получается, маникюр сделаю, и покажу вам украшения, заказала я гель, Адри Коко, это мой любимый гель, если помните, да, вот я их очень люблю, они самовыравниваются, очень классно, молочный, надо забрать на Вайлборисе, он уже пришел, я еще там кое-чего не заказывала, хочу какую-то сумочку, девочки, мне нужна светлая сумочка, светленькая, светленькая, светлым ремнем, какая-нибудь легенькая сумочка, легенькая, вот не могу найти, все какие-то только, вот эти капучино, капучино цвет, летних светлых нет, на Вайлборисе на зоне, киньте мне, пожалуйста, ссылочки, если можно в телеграм-канал, потому что здесь вы ссылку не кинете, ну, либо название напишите, фирмы, да, что продает, я погуглю там, в этом Вайлборисе зоне, или в телеграм-канале, просто ссылки киньте, кожаные сумки, именно вот эти, итальянские, не хочу, у них очень толстая кожа, они очень тяжелые, если только из китайской кожи, вот это типа Афина, но Афина я все просмотрела, просмотрела Фибу, все, ничего нету, в светлом цвете, то есть только вот, так, Милцкарта мне вообще не нравится, там жесткие молнии, я уже заказывала эту сумку, не выкупила вообще, то есть просто трэш какой-то, там все ходит ходуном, то есть руками не засуну, мне не понравилось, вот, и думаю, чтобы такое взять, чтобы ручку можно было, ну короче, я еще кое-что позаказывала, по мелочи с Вайлбориса, придет не скоро, потому что я только сегодня заказывала, и хочу вот рандеву заказать, сейчас я посмотрю, что я смогу на рандеву взять, сравниваю цены, не забываю про свои промокоды, про все-все-все, и короче, чтобы, короче, сижу считаю, так, мне еще надо сегодня по делам позвонить, и потом надо съездить, да, наверное, на почту, потому что сегодня должна прийти моя посылочка, которую мне прислала моя подписчица, вот, подарочек мой, а, смотрите, я хочу вам показать коробку с рандеву, я использую как, я никогда их не выкидываю, я в них отправляю посылки, девчонки, это такое, знаете, во-первых, у них пупырка там, да, остается, во-вторых, коробка, это не нужно тратить деньги на упаковку, я вот сюда собрала посылку тетя, то есть то, что мне было нужно, я не в мешок, а прям в коробку, очень удобно, так что посылки, именно коробки с рандеву я чаще всего и не выкидываю, вот, а вы выкидываете, нет, ну просто у меня всегда есть кому отправить, какие-то посылки вечно собираю, вечно, это какой, ну не кошмар, но просто всегда у меня, у меня много родственников, и всегда уже не молодые дяди, тети, да, и нужно там кому-то что-то отправить, там праздники какие-то, вроде думаешь, вот это отправить, это отправить, тут что-то, тут что-то, вот, и поэтому коробочки очень пригождаются, так, девочки, все, Теперь буду не то, что хвалиться, а просто хочу с вами поделиться классной покупкой. Это я ходила в торговый центр «Лето», магазин «Остин». Пакет я уже выкинула, но я его достала, чтобы просто вам крупно показать. «Остин.ком», я не знаю, как найдете, возможно, сможете заказать себе. У кого нет магазина прямо под боком, я просто вам все расскажу, покажу, как я обычно это делаю в сетевых магазинах. Девочки, кстати, не знаю, если вот как в Бифри, например, в магазине покупаешь, а в онлайн-магазине всегда скидка какая-то есть дешевле. Я все время забываю об этом, например, и никогда ничего не покупаю. В резерве, по-моему, то же самое, да? Не, по-моему, в Бифри они постоянно посылают. Ну, в общем, как, девочки, я купила себе куртку, очень классная. Куртка стоит 3999 рублей. Вот вам чек покажу. Так. Ну что, буду сейчас пристегивать к себе микрофошку и... Чтобы он, надеюсь, будет писать. Покажу эту курточку. Девочки, она вообще волшебная. Такой цвет хаки. Это легкая куртка. Видите? Как бы так ближе показать сейчас, чтобы все банки не сдвинуть. Вот, видите, очень хорошая фурнитура. Прям вообще кнопки, сказка. А прошивка классная. Цвет прекрасный. Для блондинки, для брюнетки цвет хаки такой вообще. Видите, прошивка на рукавах. Вот этот квадратик, он не мелкий, не крупный. Карманы. Карман на кнопке. Залезаем сюда. И карман сбоку. Смотрите, как удобно, да? Вот куртка. Куртку я себе заказала в размере М. Это соответствует 46-му размеру. Вот как раз, какой я сейчас ношу. Мой вес 60 килограммов, девочки. Рост у меня 165. Вес 60 килограммов. Так вот, грудь у меня 4-й размер. Поэтому, значит, и она хорошо... Вот даже здесь вот написано М-ка 46. Если Л-ка, это уже на 48 идет. Но я бы сказала 44-46. Если у вас 44-46... Короче, берете М, берете М. Заказываете куртку, покажу. Мне очень понравилась по фурнитуре, по цене, по всему. Она легкая, мягкая, складывается, не мнется. И цвет божественный просто. Потому что я как бы выросла, хотела сказать. Раз поправилась от всех своих курток. Вот, и сейчас я вам покажу. Рукав соответствует длине. Значит, стоечка в разни. Ой, я извиняюсь, я шуршу. Извините, прошуршу немножко. Застегну куртку. Все, покажу. Вот здесь у меня микрофон, прямо на боку. Не обращайте внимания. Так. Подойдет, залезет еще. Поместится теплая, толстая кофта и даже толстовка. Рукав хорошо сделан. Вот, смотрите. Так сую и стою. Все, мне класс. Видите? Такая классная курточка с джинсами. С голубыми, с черными, с любыми. То есть, хаки цветом сочетается вообще с чем угодно. С бежевой сумкой, с черной сумкой, с обувью любого цвета. Вот, абсолютно. Вишневый, синий. Любой цвет вообще. Хаки сочетается со всеми цветами. Просто, ну вот, абсолютно со всеми. Да? И вот, то, что она на кнопках, я все люблю на кнопочках. Расстегнули, пошли. Она довольно легкая, но если надеть какую-то такую толстовку с капюшоном. Я уже одевала коричневую, посмотрела, мне так понравилось. Так смотрится и тепленько, классно. Она стирается. Вот какой-то синтепончик наполнитель. Машинку бросили и вообще забыли. Она немножко приталена. И вот это нравится, что когда холодно, руки не вот так можно засовывать, да, вот как-то, а именно сбоку. Сюда положили в карман, застегнули. Ключи, документы какие-то, что-то еще. А руку сунули в боковой карман. Все. То есть, вот такая вот куртка внутри карманов у нее нет изнутри, да, нету, никаких не видела. Вот. В общем, так, петелька есть обязательно. Тоже такой момент, я обращаю внимание, иногда бывает не шьют петельки. Остин, да, фирма. Ну, очень хорошая курточка. Сейчас еще раз вам повешу и еще с вами поболтаю дальше. Так. Вот такая моя красавица. Все, мне очень понравилось. Кстати, здесь тоже вот эта фурнитура Остин написана вот на вот этих вот блямбочках Остин. И что-то там. Боже мой. Аутервир. Аутервир, да. А тут что-то какое-то, ну. Ну, боже мой, я так плохо вижу девочки. Это просто задница. Мое зрение просто село в никуда. Ну, вот одно слово я не могу разобрать, потому что это мне надо очки сходить. Ладно, неважно, что написано. Очень мелко, очень красиво. По кругу вот эта вот такая хорошая фурнитура. Она как бы серебро, но какое-то темное серебро, знаете, вот такое благородное. Поэтому супер-пупер выглядит. Так. Рекомендую. У кого есть магазин, идите, смотрите. Так. А у кого нет магазина, зайдите на сайт. А, кстати, может, я найду вам артикул. Сейчас посмотрю. Сейчас, девчонки, встану, посмотрю артикул. Что-то я как-то не обратила внимания. Старого. Так, девочки, я вообще не поняла, что за ерунда. Смотрите. Я купила куртку за 3 999, да? Видите чек? А на чеке, на бирке написано 2 999. О, как они меня, да? Это я вот сейчас заметила, как они меня отымели. Представляете, бессовестные какие? Девчонки, сравнивайте чек и бирку обязательно. Представляете? Это как? Ну, это как? Видите? Так. Сейчас я настрою фокус. Вот, видите? Оплата 3 999. Меня списалось 4 тысячи с карты. Волшебненько. Волшебненько. Ну, вот. Так что сейчас она стоит уже 3 тысячи, да? Скидка 25%. Ладно. Я не знаю, как с этим разбираться. Ну, точнее, надо в магазин ехать, но это далеко. Не знаю. Буду разбираться, не буду. Вот смотрите. Эл, ты, 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 да? Ну, на тысячу меня отымело Остин. Девчонки, смотрите внимательно. Кстати, за 3 тысячи куртка еще лучше. Вот так вот. Что-то у меня в последнее время не имеет в хвост и в гриф. Это, знаете, вот это связано с тем, когда ты очень сильно устаешь, ты уже подпишешь что-то, заплатишь что-то, не посмотришь там, ладно, все, и побежал. И только дома потом ты разбираешь. Видите, я даже с вами сейчас смотрю эту куртку, увидела, что у меня вообще разная цена на чеки и разная цена на бирки. То есть они должны, если бирку поменяли, продавать по цене бирки, правильно, на тысячу дешевле. Это вообще что такое? Ну вот, вот у нас магазины такие. Ну ладно. Говорят, все надо проверять. Все надо за всеми ходить. Надо иметь трезвый мозг, а когда ты работаешь, устаешь уже, вот тебе, знаете, как это, прибежал. Что-то, я помню, сидела, мне нужна была куртка, я хотела потеплее. Но я увидела эту, я померила, думаю, о, класс, беру, да. И уже несколько дней она у меня висит. Видите, слушайте, сколько она у меня в дневной львово висит? Несколько, конечно, неделю. Я просто вам не показывала, все что-то некогда было. Ну, две недели не прошло еще. Ну, не знаю, в общем, просто надо ехать туда, специально ехать мне туда неудобно. Это просто так было, что у меня было время. Я думаю, зайду чай попью и быстренько пробегусь там полчасика в магазине. Вот. Так, а, еще, девчонки, хотела? Ладно, насчет вот, очень внимательны будьте. Нас везде пытаются наиметь. Это думаешь, ну вот, расстраиваться, не расстраиваться? Думаешь, ну, вроде наговаривать на кого-то не хочется, еще что-то. Ну, почему мы свои деньги должны терять? Это же реально меня обманули, правильно? Вот на данный момент в своем месте увидели. И как на это реагировать? Посмеяться, сказать, как это хорошо. Но я скажу, что это нечестно и так быть не должно вообще. Да, это ненормально абсолютно. Но у нас это сплошь и рядом. Поэтому очень внимательно. Так, девочки, еще что хотела сказать. Насчет... Так, я не знаю, звук пишет, не пишет. Надеюсь, я микрофон свой не дернула. Ну, пока вроде показывает, что пишет. Но он не всегда показывает, что пишет. Значит, хочу с вами поговорить. Уже давайте вот камеру вот так поверну чуть-чуть к себе поближе, чтобы вы меня уже видели, а куртку где-то уже ладно в сторонке. Так вот, я всегда, когда спрашиваю совета, говорю, вот посоветуйте мне то-то и то-то. Есть кто мне советует, а есть кто пишет такие... Типа, вот... Ну, это я сейчас вот конкретно говорю про платформу FitStars. Думаем, так, у меня проблемы с ногой. Я, ну, я хожу, я постоянно хромаю. У меня постоянно... Я не могу вообще даже дома долго ходить. То есть я всегда одеваю бинт на улицу вообще. Только даже вокруг озера уже не хожу. Ну, понимаете, да? У меня прогрессирующее воспаление, которое не снимается ни мазями, ни таблетками, а безболивающими. У меня уже желудок не то, что болит. У меня уже просто плохо от них. У меня уже вот какая-то интоксикация идет от этих обезболивающих. Ну, в общем, я понимаю, что надо идти к врачу снова. Уже за свои деньги дальше обследоваться. Ну, в 21 век я не пойду больше. Так. И тоже нужно какой-то МРТ или КТ что-то такое сделать, потому что, ну, надо что-то с ногой делать. Так вот. Вроде как бы, да, но дело в том, что сейчас, сейчас что делать? Я понимаю, что я должна... Хоть вес у меня 60 килограммов, это не огромный вес для ноги, да? Ну, вот, для сухожилия. Но я понимаю, что мне нужно худеть, потому что мне нужно похудеть. Ну, не могу я себе позволить нести такую нагрузку на ноге. Это раз. Второе. Так как у меня есть... Я не знаю, как бы есть, не есть, но, в общем, к тому, что если я вечером поем, мне очень плохо становится, очень сильные боли появляются, потому что... Ну, как бы объяснить так. У меня нашли образование в шейке мочевого пузыря. Вроде бы да, вроде бы нет. И у меня начнется проблема. Если я вечером поел или что-то, я... Ну, я просто с вами делюсь, я не жалуюсь, да? Я просто как бы говорю, как есть. Я хочу объяснить, что у меня какие-то проблемы. Что я не могу сходить в туалет утром, потому что, видимо, начинает и кишечник давить, и там желудок... Ну, не желудок. Кишечник, как же, все давит на мочевой пузырь. И мне, видимо, там из-за того, что, может быть, там действительно есть это образование, мне не сходить в туалет. И в итоге я понимаю, что я должна на ночь почти не пить, почти не есть, да? Как бы все такое. То есть я тоже, опять же, должна сбросить вес. Ну, должна его сбросить. Вот. Ну, и в то же время думаешь, а как его сбросить-то? Ну, просто сидеть не есть. Да, можно сбросить, но при этом ты будешь висеть, висячить бестонусный. Надо заниматься. Я как-то спрашивала насчет того, что... Ну, то есть, короче, у меня весь организм орет, что тебе надо худеть, детка, потому что иначе ты совсем развалишься. Уже потом занимайся своими проблемами. Сначала надо похудеть. Ну, точнее делать все одновременно. Но ты сейчас не можешь есть на ночь, не можешь там есть, что хочешь, и не можешь есть вкусно. Потому что за последние полтора года я поправилась на 10 килограммов, да, на 10-11. И у меня полетела нога, да? Возможно, у нее были... У меня были проблемы, видимо, с ухожилием. Просто оно тогда держалось. Сейчас оно не держится. Я понимаю, что я не могу себе позволить держать себя в таком весе. И, значит, после ковида у меня холестерин очень сильно повышен, девочки. Ну, вот как бы, как у всех, наверное, проблем. Точнее, как у многих, давайте вот так скажу. Поэтому, понимаю, надо худеть. Я спросила про платформу Fitstar. Девчонки, посоветуйте. Я видела у многих блогеров, она есть. И мне, вот, что-то там реклама, реклама. Да все достались с этой рекламы. Слушайте, девочки, меня тоже какое-то время, может быть, и доставали. Но я сейчас понимаю, что мне это надо, и что я не займусь спортом, я не пойду ни в какой спортзал, мне некогда. Я уже опять меня вот уж туда. Я в магазин захожу, уже не вижу цен. Вот так вот что-то увидела, заплатила и пошла. Понимаете? Не посмотрела. Куда я пойду? Я живу за городом, чтобы мне еще и за город уехать вечером. Ну, понимаете, у меня уже просто физически нет сил. Моральных нет сил. Никаких нет сил. Единственное спасение – это взять коврик и заниматься дома. У меня есть дома… Я вам покажу, что есть, да. То есть, вот, что я приобретала давно еще, когда у меня есть такой комплекс упражнений свой. Но я понимаю, что его надо менять, потому что он был такой, как бы, ну, вот совсем, понимаете, не то, что лайтовый. Он даже не сильно на гимнастику. Вот надо несколько упражнений разных брать. И думаю, мне вот занятия дома как раз подходят. Включил телек, вот где-то там даже я могу по телефону разговаривать и делать какое-то упражнение. Да, я могу даже без звука включить, если что, телевизор, да, включить, вывести на телевизор вот эту программу и заниматься. Любое свободное время могу заниматься. Даже, не знаю, вот сидя на стуле, я могу заниматься, запомнить несколько упражнений. Но еще есть какие-то кое-какие моменты. Плюс то, что вот у меня нет времени, нет сил, нет желания. Естественно, все это откладывается. А уже откладывать нельзя, да, как бы, ну, вот, понимаете. Ну, плюс годами я вам расскажу все об осанке, о состоянии ухудшения кровотока, который у меня нарушен, да, то, что у меня был инсульт, помните. То есть мне тоже нельзя. И то, что я начала сутулиться очень много, я стала замечать, что я постоянно на камере даже, вот я стала на видео замечать, что я сейчас сижу вот так вот. То есть, да, я все вам расскажу об этом. Я сейчас как раз смотрю вот эту программу FitStars, я ее изучу, и я вам сниму нормально видео. И когда мне пишут, а девушка написала, ну, ничего, пусть любимый блогер заработает. Девчонки, хочется сказать, обратите внимание, кто рекламирует эту площадку. Эту площадку рекламируют многие блогеры, как бы, у которых там 200, 300, 400 тысяч подписчиков. Ну, посмотрите мой канал, да, мне хочется сказать, ну, а какая, о какой рекламе может идти речь? Только то, что я куплю за свой счет, и вам просто поделюсь, все. А потом мне скажут, пусть заработает. Думаю, да, только за свой счет. Ну, неважно. Короче, к чему я размазываю, к тому, что, на мой взгляд, я считаю, это какая бы там реклама, ну, короче, у нас все реклама, да, вот так вот, у нас и Азон рекламирует, и то, и мы спокойно все равно там покупаем. Так вот, на данный момент это единственная площадка, которую я знаю, которая мне интересна. Там есть, кстати, очень уроки такие, разовые, которые можно взять, не платя. То есть зайдите, обратите внимание, посмотришь уроки, что-то понравится, можно купить абонемент. Короче, девчонки, когда я куплю, я скажу вам, какой абонемент я куплю, почему, какие уроки мне нравятся, почему я выбрала, зачем. Покажу вообще весь процесс, потому что я преподавала танцы по молодости, я занималась, преподавала, после инсульта я прекратила как бы преподавать, и я занималась сама на коврике, но единственный момент, что я перестала, знаете, как стала лениться, и вот это вот, все вот эти вхождения в спортзалы, групповые занятия, то есть, да, это не для меня. Сколько раз я покупала абонементы, ну, два-три раз, десять раз, двадцать раз за год я схожу, и все, это не вариант, надо регулярнее заниматься. Поэтому вот на данный момент, да, может быть, спасибо рекламе, я эту площадку вот сейчас для себя изучаю. Как только изучу, я с вами поделюсь полностью, вообще вот всем, ну, как знаете, вот для меня это тоже такое новое, да, и поэтому, когда вот я видела рекламу, я нашла блогеров, вот эта реклама три секунды идет, и ничего не успеваешь ухватить, и вот это выглядит как-то, ну, понимаете, да, когда изучу, я вам расскажу, понравилось мне, не понравилось, купила я абонемент, не купила я абонемент, короче, все вам расскажу, девчонки, ладно, вот все как бы, как я считаю воспринимаю для себя, не знаю, что момент, я понимаю, что мне надо худеть, что мне надо приводить себя в порядок, в плане не просто похудеть, да, у меня кожа везде повиснет, но я должна еще немножко быть в тонусе, немножко, знаете, чем больше занимаешься, тем больше ты получаешь заряд энергии, да, то есть всегда сначала ты проснулся свежий, и ты занимаешься, нет, ты встаешь, если ты никогда не занимался каким-то, ну, не спортом даже, а тут я не про спорт, про физкультуру, да, вот ты встаешь, встаешь, напрягаешься, а потом у тебя появляются силы, а вот если ты не занимаешься, силы не появляются, и потом сила еще появляется на следующий день, день, через день, через день, короче, девчонки, не вижу в этом ничего плохого, в рекламе ничего не вижу плохого, если мне реклама подходит, я ее с удовольствием использую для себя в том числе, чего я вам советую, поэтому все узнаю, расскажу, буду заниматься, поделюсь с вами, как можно это делать дома, ну, и будем с вами, если что, посмотрим на мой результат, получится у меня похудеть или нет, очень хочется, но я не могу себе, знаете, как ты уже разжирался долго, ну, я прямо так говорю, да, вот, сколько там, полтора-два года, ты сидишь и разжираешься, что-то хочется, ты ешь, что-то хочется, ты ешь, не можешь удержаться, и на ночь, ай, конфетку, ай, ай, ай-то, я понимаю, мне нельзя, понимаете, все, мой организм сказал мне кря, вот, поэтому, что-то надо делать, у кого-то этот организм скажет на 80 килограмм, у кого-то на 90, у кого-то на 120, да, а у кого-то и в 50 даже килограмм, говорит уже, извини, дорогая, похуди хотя бы на 5 килограммов и поддерживай здоровье, вот тут то же самое, да, то есть, с ногой я поняла, что мне реально надо просто, ну, понимаете, да, если там где-то какие-то кисты у меня есть, которые можно вырезать, потом будет нормально, это временное, но именно нога, все, сухожилие, это все, девочки, да, это, ну, все, поэтому бережем ноги и поменьше веса, все, я вас целую, желаю вам отличное настроение, сегодня очень длинное опять видео, извиняюсь, ну, я надеюсь, что я до вас донесла, я обязательно все изучу, вам подробненько разжую, если кому-то это интересно, все-таки расскажу, как это можно, где это можно делать, ну, вообще, для меня это очень такая хорошая идея, вот, поэтому, поэтому все расскажу, вот, и скажу, что там выгоднее брать, что не брать, где заниматься, где не заниматься, потому что, если бы какой-то блогер мне это все так разжевал и в рот положил, мне было бы, наверное, проще, а так надо самой все изучать, но я все изучу, потому что надо, надо, я уже давно поняла, надо, знаете, поняла, но надо же до этого дойти, поняла, это не то, что полдела, это 10%, надо начать, вот, так что, большие блогеры это рекламируют, а мы это покупаем, но главное, чтобы потратить деньги с пользой, чтобы мы это, как бы, ну, понимаете, не выкинули деньги на ветер, да, поэтому нужно очень хорошо этот вопрос изучить, все, я вас целую, желаю вам отличного настроения, в следующем видео, я прямо вот так сяду и сниму, выложу завтра, ладно, вам про пустые банки, хорошо, девчонки, иначе просто, ну, видео будет слишком, ну, и так уже очень длинное, я вас целую, желаю вам здоровья, поделитесь мне, пожалуйста, своим мнением насчет, вот тоже вот, занятий, занятий, как вы в спортзал ходите, не ходите, ну, семейные люди вообще очень сложно в спортзал ходят, я не знаю, особенно с детьми, ну, какой спортзал, с маленькими детьми тем более, да, думаешь, боже мой, да и так тоже, работа-дом, работа-дом, уже лишь бы до дома доползти и упасть, да, вот уже по магазинам не ходишь, тоже уже на маркетплейсы переходишь, ну, понимаете, все начинается вот так вот, потому что, когда девушка одинокая, ну, свободная, давайте так назову, свободная, и время девать некуда, понятно, что она может ходить куда угодно, с мужчинами то же самое, семейные мужчины чаще в спортзал даже убегают для того, чтобы просто дом не видеть, ни жену, ни детей, ну, понимаете, да, и вообще не выходите замуж за мужика, который ходит в спортзал страдающий, не надо, нечего там делать, там с мозгами все плохо, с деньгами все плохо, и он только себя любит, короче, и на вас ему наплевать, и на детей наплевать, короче, девчонки, даже не связывайте с этими, которые, вот я люблю спортзал, там он и останется, вот, мужчинам могу посоветовать то же самое, честное слово, если девушка не совсем молодая, да, уже так постарше, ну, не надо, если только у нее там не пару раз в неделю, она там где-то на часик, и мужчина приходит домой, он даже не заметил, что она где-то была, то ладно, а если у нее это вот, типа, я ни дня не могу продержаться без жима, без вот этого, то это не семейные люди совершенно, там уже все плохо с головой, поэтому, нет, с головой нормально, они приятные люди, с ними можно общаться, но жить с ними нельзя, понимаете, это не семейные люди, с ними вообще ничего, каши не сваришь, бизнес не сделаешь, ничего ты с ними не созидаешь, не создашь, потому что они все время в себе и в своем спортзале, вот, все, это вот называется, мне надо 3 по 20 сделать, иначе день прошел зря, ну, боже мой, и вот ты сидишь и ждешь, ну, вот, надо все в меру, так что все, всех целую, всем здоровья, встретимся завтра, девчонки, и в комментариях, пожалуйста, пишите свое мнение, целую, пока.